Приветствую всех, и я сегодня хочу показать последние покупки. В основном это книги и фильмы, купленные на преимущественно Озон. И также заходил еще в книжный магазин, присмотрел немного фантастической литературы. Итак, первая книжка, которую я сегодня покажу, это серия «Зарубежная фантастика». И сборник называется «День Калисто». Калисто – это спутник Юпитера. В общем-то, сразу скажу, что когда я еще в СССР, или тогда, может, уже был СНГ, сложно сказать. По-моему, был конец 80-х. В основном так это происходило, мне кажется. Не, 86-й год СССР. Перестройка как раз только началась. И вот эта серия «Зарубежная фантастика», на мой взгляд, она была самая лучшая по наполнению. Там были самые интересные произведения, но, конечно, найти было очень тяжело. И все, что я в библиотеке мог, не то чтобы взять, там, выпросить надо было. Все, что я мог, в общем-то, получить в библиотеке из этой серии, я читала. И все эти книги были очень интересные. Это была Ила Лангомена «Великолепнейший сборник». И это была какая-то книга, не помню даже название, там, помню лишь сюжет, что один ученый изобрел топливо, что буквально можно было автомобиль водой заправлять. И, конечно, там включается в эту гонку корпорации, потому что им такое изобретение совсем не нужно. Но он тоже читал «За поем». И здесь вот увидел такую книжечку на «Азоне час». Она продается, несколько там экземпляров еще было. Недорого, сто. Ну, сто с чем-то там, недорогая. Вот, опять же, раритетная. Это вот «День Калиста». И здесь мне что еще нравится, что это сборник не просто научно-фанатических произведений, а сборник чешских писателей. А в Чехословакии очень своеобразные писатели. От слова, под словом «своеобразные» я имею в виду именно своеобразные, очень интересные, очень такие вот необычные. Может быть, чуть больше гуманитарий, чем, например, это было в СССР или в США, но обалденно они пишут, очень увлекательно. Поэтому я прям вот очень захотел прочитать этот сборник. Тем более я не читал. Ну, предисловие здесь Кира Булычева, перевод с чешского и словацкого. Великолепные там были, очень своеобразные писатели. Люблю я таких писателей. Итак, здесь вот давайте по содержанию пробежимся. Кир Булычев «Наследие Чапика» написал предисловие. Дальше идет Ярослав Уэйс «День на Калиста». В принципе, мне сразу понравилось, как написано. Даже просто начинаешь читать, и уже невозможно оторваться. Сейчас я вам покажу. Необычно, что надписи цветные такие вот. Если бы поручик Верт и сержант Луснок не были роботами, служба на Калиста, спутник Юпитера, показалась бы им незаслуженным наказанием. И не потому, что служба эта была опасной или отнимала слишком много времени. Скорее наоборот. Человек умер бы от скуки на этой глыбе скалы льда, усеянной круглыми кратерами, как оспинами на теле больного, и перемещающиеся вместе с огромным Юпитером по Солнечной системе. Особенно, если бы он был полицейским. Но сказать правду, люди наведывались сюда с удовольствием. Более того, с радостью. То есть, сразу видно, что прекрасно написано. И смотрите, какие здесь вот, сколько много рассказов. «День на Калиста». Потом от этого же автора «Сердце». И «Да, кстати, на чем же я остановился?» Дальше идёт Ярослав Вилинский, «Эпидемия». Потом «Зданек вольный, огонь из чистого золота». Опять «Зданек вольный, жена и анкета». Ярослав Зика. Как много у них Ярославов решения. Иван Изакович, «Одиночество». Васлав Кайдош, «Курупиру». Душан Кужел, «Некролог». Ян Ленча, «Попытка уничтожить планету». Любомир Махачек, «Домашний помощник». Яна Моровцова, «Цветок». Иозеф, «Не свадьба», «Голем 2000». Анджей Неф, «Лентяй». Вот, кстати, я Анджей Неф и Иозефа, «Не свадьба». Ещё что-то читал. Я помню эти фамилии. Анджей Неф, «Запах предков». Мартин, «Пятишка дерева». Эту книжку я не читал. Никогда не попадалось мне. Владислав Солан, «Летающий поезд». Людвиг Соучик, «Клятва Гиппократа». Смотрите, сколько рассказов. Как классно отобранные, классные рассказы. Людвиг Соучик, «В интересах галактики». Ян Фикета, «Судьба изобретателя». Мешко, «Самаритана». Людмила Фреёва, «Невидимые преступники». Сбинек Черник, «Самое запутное дело комиссара». Сбинек Черник, «Машина времени». Сбинек Черник, «Роковая ошибка профессора Гонзалеса». Иржи Чигаш, «Долина». Анджей Неф, «Несколько слов о современной чешской словацкой фантастики». Коротко об авторах. Очень интересно. Ещё можно будет узнать какие-то вещи про авторов. Сегодня, конечно же, есть интернет. Вы скажете, можно и так узнать. Но для начала нужно узнавать персон, о которых нужно узнавать. Здесь мы видим фамилии, краткие какие-то рассказы. Если что-то очень нравится, можем дальше уже в интернете копаться. Хотя не факт, что там будет такая информация. В то время интернета не было. Кстати, хочу отметить. Огромная цена для того времени. 2 рубля стоила. Это очень дорого для 1986 года. Классная книжечка. Следующая книжечка, которую я хочу показать. Она мне очень нравится. Я на неё очень давно смотрел. Но просто цена такая была, которая заставляла задуматься. Всё-таки в какой-то момент увидел небольшую скидку. Всё-таки и взял это прекрасный писатель Георгий Гуревич и его роман «В зените». Из того, что он написал, я вот этот роман люблю больше всего. Наверное, самый основной для меня роман именно вот этот вот «В зените». В общем-то, начинается роман немножко сумбурно. И первые вот сколько там страниц, вот так вот. Можно не читать. Это вот 19 страниц, а можно читать. Здесь, в общем-то, просто как будто сводки с места происшествия. Приведены какие-то записки, выписки. Ну, кстати, Стругацкие тоже так любили делать. По-моему, вон, гасть ветер так начиналась. Вот. А потом здесь автор говорит, сделали выводы на основе этих бумажек самостоятельно. А теперь сверти догадску с рассказом самого исчезнувшего. И здесь вот как раз начинается сам роман, очень классный, обалденный. Ну, он там попадает в итоге в чужой цивилизации. А дело происходит, по-моему, в Питере это что ли. Кстати, здесь вот одна из глав, она называется «Восьми нулевые». Её потом выделяли в повесть «Восьми нулевые» что ли. Как-то так или наоборот это было, что это была повесть, а её в роман вставили. Это я уже не помню. Но мне очень нравится, классно написано. Здесь писатель, ну, по сути, какой-то тюфяк. Его пригласили на симпозиум, чтобы оценить его роман от Океана Бориц, похвалить его, как он думал, приехал, там полный разгром, он расстроился. И тут вдруг случается совершенно необычное приключение, которое приведёт его из обычного города времён СССР на чужие звёзды. Ну, вообще очень круто. Обалденный роман. Вот, давно хотел, ещё состояние отличное. Ну, не прям, что новое, но очень хорошее. Так, это тоже я взял на Озоне. И третья книжечка тоже с Озона, это та самая незабвенная Лолангамена, которую я много лет обожаю. Это прекраснейший сборник. Тоже вот серия «Зарубежная фантастика». А здесь, кстати, Гуревич, он в библиотеку советской фантастики выходил. А Гуревич выходил тоже, как бы не вчера. Там 85-й год. Тоже, какой прям это феерия фантастики. 85-86-й год, сколько её выходило, классно как. Итак, здесь вот у нас Лолангамена, сборник научно-фантастических произведений. А год, сейчас подведем, 88-й, тоже уже более поздний. Я её просто до дыр зачитал, такая она классная. И начинается, опять же, с потрясающего рассказа Гордона Диксона Лолангамена. Ой, какая классная штука. Я вам тоже прочитаю. Картиночек нету, но для таких произведений они и не нужны. Это, знаете, как вот, есть такие какие-то вещи, ну, не связанные с этой книжкой, просто прочитаешь какой-нибудь даже рассказ или повесть, и она в памяти навсегда остаётся. Например, трость калибра 7,62 в технике молодёжи печаталась. Всё помню, как там было, и был в восторге от неё. Вот, и вот этот сборник, он весь почти такой же. Ну, давайте сверимся. Гордон Диксон Лолангамена. Я, кстати, показывал книги, я покупал Гордона Диксона, ну, достаточно в большом количестве, в том числе из-за его Лолангамена. Потом Роверт Сильверберг, Увидь невидимку, великолепнейший рассказ. Джо Холдман, в соответствии с преступлениями, я эту пость вообще обожаю. Я её много раз перечитывал, вокруг света её печатали, и вот здесь вот, в книжке в этой... То есть, это моя одна из самых любимых повестей. Джо Холдман, когда её написал, я подумал, что он всё так пишет. Но вот я несколько произведений его пробовал, но что-то не так и не то. Вот она какая-то своя, особенная, уникальная, очень классная. Это такой космический детектив. Читается просто на одном дыхании, действие происходит на чужой планете, очень классно. Клиффорд Саймак, когда в доме одиноко. Гордон Диксон, мистер Супстоун. Ну, это мистер Супстоун, это сказка о том, как варили суп из топора, перенесённая в будущее, в космический антураж, на чужую планету, где колонисты там. И так далее. Приехал туда делец. В общем-то, их всех надурил. Ну, классно. Опять же, Гордон Диксон у нас. Теодор Томас, целитель. Кит Рид, автоматический тигр. Роджер Железный или Железни, некоторые пишут. Ключи к декабрю. Тоже очень классный. Классный рассказ. Нескрасово перечитывал. Опять Гордон Диксон, прям засилие Гордон Диксон. Странные колонисты. Ульям Нолан. Ивеки сверху. Мне устал. Кстати, обалденный рассказ. Прям вообще великолепнейший. Дональд Уэйст Лег. Вот, кстати, Ивеки сверху. Мне устал. Мне перекликается как-то с рассказом Владислава Крапивина. Я иду встречать брата. Вот что-то у них общее есть. И там, и там звездолеты. Победитель Дональд Уэйст Лег. Кстати, тоже отличный рассказ, где там пытались сбежать из тюрьмы, у которой не было стен, но были встроены датчики, которые вызывали сильную боль по мере того, как ты удалялся от места своего заключения. Боб-шоу «Схватка на рассвете». Тоже, кстати, великолепнейший рассказ. Прямо по смыслу, по сюжету. «Шторм в гавани ветров», Лиза Таттл, Джордж Мартин. Ну, вот это что-то я не помню. Как-то особо не произвел. Впочтение все остальные просто были на ура. Хотя, может, тоже классно. Я не помню. Там то ли люди были какие-то с крыльями, что-то такое там было, мне кажется. Ну, и «На пути к Волонгаме» здесь вот как раз вот еще и аналитический материал очень интересный. Книжка обалденная. То есть любители фантастик, если не видели, не читали, можно сразу брать и наслаждаться этим великолепнейшим сборником. Поэтому я говорю, что вот эта серия «Зарубежная фантастика», я ее не так много читал, но все, что попадалось, оно было просто великолепное. И там не только сборники рассказываются, там есть и прям романами. Вот. Ну, с книжками пока... Это я взял на Озоне. Вот. Дальше еще, опять же, возвращаясь к Озону, перейдем немножко к фильмам. Фильмы в этот раз, ну, скорее на DVD. Почему на DVD? Ну, я считаю, что на DVD, конечно, не очень хорошая идея собирать фильмы, но просто они могут никогда уже не выходить на Blu-ray, тем более, если это не очень дорогие фильмы. Кто же будет фильм категории B, какую-то бюджетку, хотя может быть и интересную, выпускать на Blu-ray? Ну, это мало реально. Скорее, Переза выпустит какие-то знаковые такие блокпастеры, да и то, чтобы выпустить хакеры. Фильм почти 30 лет ушло, чтобы наконец на Blu-ray вышел, а до этого приходилось удовольствоваться только вещи с кассетой. И вот набрел на такой фильм. В принципе, я посмотрел трейлеры, мне понравилось, даже и графика была очень даже неплохая, и актеры даже достаточно известные. Бен Кингсли, например. Здесь роботы в разрушенные города, они хоть стреляют, ну, прям вообще неплохо так выглядит. Вот. Ну и почитал тоже, как бы, отзывы вроде неплохие. Не знаю, что это за фильм, просто было очень интересно. И плюс это DVD. DVD-шки, они стоят там, ну, не знаю, там, рублей 100, может быть. Так вот. С такими уникальными, редкими фильмами. У меня есть немного DVD-шек, не тех, которые я покупал в рассвет DVD, а которые я покупал уже позже, после того, как DVD, ну, уже произошел закат. В рассвет DVD я, например, брал, вот я уже много раз показывал, терминатор в стекле. Очень классно все. Ну, звук, кстати, там везде классный. По звуку там нет претензий, и когда со звуком эти DVD смотришь, даже вот это плохое изображение, оно вообще нивелируется. Вот, ну, в общем, интересно, пока диск запечатан, не знаю, что, а как там порадует, не порадует меня этот фильм. Так, хотел прочитать о чем, а здесь это. Не видно. Ну, давайте я попробую все-таки открыть. Итак, режиссер Джон Райт. Роботы из далекой галактики захватили Землю. Лондон разрушен, люди живут в постоянном страхе, выжившим запрещено покидать свои дома. Каждому человеку вмонтирован чип, который в случае неповерновения может превратить его в горстку пепла. И лишь группа молодых друзей решается бросить вызов инопланетным захватчикам и уничтожить необъятный корабль, заслоняющий горизонт вот уже долгие годы. Поклонись своим новым повелителям. Вот, кстати, это что-то вот «Конец детства», недавно только смотрел фильм. Вот такой тематик. «Робот Оверлордс» он называется. Ну, что это? DVD. DVD, Dolby Digital. В общем-то, вот такой вот фильм. Дальше я приобрел «Тринадцать часов тайной солдаты Бенгази». Это, по-моему, боевик очень крутой. я толком не помню, но, по-моему, я не ошибаюсь, это просто очень крутой боевик. А про солдаты это фильм Майкла Бэя, а я как-то сомневаюсь, что он что-то плохое может снять. И сам фильм, он, конечно, очень дорогой. Ну, и здесь видите такие комментарии. «Захватывающий, душераздирающий, проникновенно, насыщенный экшоном триллер». Экшоном триллер. Вот как мимо этого пройти? Dolby Atmos. Это явно не на русском, мне кажется, будет Dolby Atmos. Короче, это Full HD, конечно же, но опять же, что-то как-то 1080pst или PSF. Что-то я не понимаю, что это означает. PSF, PSF, по-моему. 2 к 40, и 16 на 9. Еще чуть-чуть «Literbox» написано. В общем, ладно, будем смотреть. Я думаю, что это крутая штука вообще. Когда все идет не так, 6 элитных бойцов, узнает, что делает взрывоопасный режиссер Майкл Бэй. Ну, Майкл Бэй, он снимал, насколько помню, по-моему, Армагеддон он снимал. Дофига он ничего снимал, классно. Ну, трансформеры, само собой. Фильм основан на реальных событиях рассказывается о вооруженном столкновении в Ливии, когда мужественные солдаты без колебаний вступили в бой с группировкой боевиков на павших на американских... А, да, видел, вот я его видел, они там, несколько человек воевали против, ну, восставших там этих америкосов, хотели выгнать из страны. Кстати, крутой, да, был крутой боевик. Ну, взял недорого, что-то он на озоне был 300, что-то такое, рублей. 350, что-ли, рублей. Ну, вообще прикольно. Ну, лицуха. Тоже, вот, не лишнее проверить, лицуха ли. Как-то, всякое бывает. Я имею ввиду, штамповка ли... Не, ну, это понятно, это штамповка. А вот он. НДПлей. Классно. Вот так же взял еще вот такой вот диск, Дерзкие дни. Ну, подкупила, что здесь Куценко, что здесь Сухоруков. Вот, но фильм Шлак. Конечно, у всех разные впечатления, ну, фильм про паркур, тем более, вот, русскоязычный такой паркур, вроде бы даже, ну, и можно посмотреть, но по сути, это какая-то невнятная история про подростков, про какую-то любовь, так мало внятную, мало понятную, с какими-то понтами. Вот, Куценко, он, конечно, всегда хорош, но я бы не сказал, что переигрывает, просто роль абсолютно какая-то, ну, ни о чем. Вот, так же и про Сухорукова. Такое ощущение, что эти две фамилии сюда поставили, чтобы просто привлечь к фильму внимание. А звук здесь ДТС, я в многоканале слушал. Звук, кстати, неплохой, но очень надоедливый. Здесь главная героиня, и вот ее и хвост, и гриву везде пиарят, и как она поет, и если она начинает песню петь, так она ее от начала до конца поет, и она там этих песен штук несколько поет, то есть просто она задолбала за весь фильм. Уж думаю, я уж думаю, ну, зачем вот это так пиарить там? Ну, и действия происходят, я не понял, что там, Ялта, Севастополь, там на катерах номера СЕВ написано, вот, и так далее. Короче, ну, я не пожалел, конечно, что купил, но и мне в коллекции этот фильм тоже особо не нужен, потому что я такой вряд ли буду пересматривать, поэтому к покупке не рекомендую. Вот, фильм покончен, и также я еще заходил в магазин недорогих книг, новых недорогих книг, вот, и я там чуть даже не сделал еще покупку, я увидел там энциклопедию «Звездных войн», совершенно шикарной, совершенно фантастическими фотографиями, но что-то меня остановило, потому что я помнил, что у меня по «Звездным войнам» полно вот этих вот книжек, энциклопедий обалденных, вот, я решил все равно проверить, нет ли у меня такой, но оказалось, я вот такую книжку уже покупал, ну просто она, ребята, такая, что ее открываешь, ну нельзя оторваться, это так круто, так классно, что, ну мне вторая просто не нужна, а так это, прям, неодолимая тяга, я даже вам ее сейчас еще раз покажу, но она не уместится, наверное, она огромная, вот, а внутри она просто фантастическая, мега прелесть, это все про «Звездные войны», вы не думайте, толстенное, тяжеленное книжище, также у меня еще есть визуальные слова, «Звездные войны», тоже прекраснейший, есть еще такого типа книга «День и зависимости» по фильму, есть такая же книга по стартреку, ну то есть просто обалденные вещи, вот, но там я присмотрел другие книжки, во-первых, я присмотрел «Доктор Кто», ну здесь мы видим, что это «Доктор Кто», это последние какие-то сезоны, когда девушка там стала, оказалось, ну у них же там модно эти гендеры, фендеры, вот, гемосендеры, и они даже в «Доктор Кто» своих гемосендеров засунули, вот, потому что, ну сколько сезонов было, что там, ну мужик, он мужиком и перерождается, и здесь вот он не в мужика переродился, как бы по повесточке, то есть их прямо ничто не сломит, там просто какое-то засилие, вот этих людей, извращенцев. Так вот, ну про «Доктора Кто» классная история, но я думал, что она в принципе кончилась, а потом вот начались новые гемосендеры, «Доктор Кто» с тетями, и вот книжку я купил, и классно написано, просто, ну как бы можно поучиться, как писать, увлекательно и кратко, как говорится, кратко сестра таланта. «С зоркими желтыми глазами генерал Орикс осматривал руины, в свое время Канды слала красивейшим гордым городом». То есть он тут уже в два предложения описал, что это какая-то планета, и что тут какие-то руины, и что там эта планета когда-то слала каким-то классным городом, теперь же от нее остались лишь камни, да, обугленные скелеты домов, храмов, к рассвету война закончится, принесет лобоссу победу». То есть прям вот каждое предложение это как сундук с какой-то информацией буквально битком набитой. Ну неплохо написано. Я не читал, конечно, только полистал, но стиль хороший. Вот поэтому я взял буду читать. И также я взял вот такую книжечку. Почему-то я давно смотрю на эту серию, это «Я спас СССР», там, по-моему, четыре, а может и больше книжек. Вот на «Азоне» тоже есть. Некоторые книжки там дешевые, а некоторые ну дороговатые, короче. А так бы я, конечно, всю взял версию. Я попробовал, ну читать можно. Не сказать, что шедевр, но такое, знаете, расслабушное чтение про СССР. Я люблю такие книжки. Вот и написано, в принципе, неплохо, хотя, конечно, бывает и лучше. Вот ну я вот посмотрел, я для пробы взял, думаю, стоит там остальные книжки покупать или не стоит, но посмотрел, да. Надо будет прочитать. В принципе, я думаю, что я буду тогда все книжечки уже брать из этой истории «Я спас СССР». Все вот эти, наверное, четыре или я не помню, пять там, ну, четыре точных там тома. И, в общем-то, буду читать, потому что я люблю и про попаданцев. Я помню, очень сильно мне понравилась повесть Карла Левитина, нет, Карла Левитина написал «Жизнь невозможна повернуть назад». Уже потрясающая была повесть, «Уродство святопыти», а еще была повесть, как герой, неудачник, на склоне лет, обрюзший, жирный, приехал к другу, или друг к нему приехал, и пригласил его в лабораторию к ним. из-за эксперимента он оказывается в прошлом, такой же старый обрюзший, и он идет и встречает самого себя, который еще полон оптимизма, надежд, что все у него будет классно, и он с ним начинает беседовать и объяснять, что, типа, видишь, какое я жирное, такое нечто, но он вызывает отвращение у себя молодого, и, соответственно, молодой уже не идет по этому пути, и все, у героя в итоге получается хорошо, он изменяет жизнь, становится таком подтянутым, успешным и так далее, удачным. Ну, короче, классная была повесть, название не помню, в «Уродском следопытие» печатали. Поэтому такие вещи, или там фильмы такого типа, как «День сурка», мне очень нравятся. Поэтому вот такие вот книги про попаданцев, они тоже несут какую-то такую вот мысль, например, у меня где-то лежит книжка «Я, Гагарин, спасти товарища Сталина», «Звездные войны», там чего-то кого-то там, «Звездные войны товарища Сталина», там еще что-то. Ну, на самом деле, у меня очень много таких книжечек, я когда вижу, и смотрю, ну, листаю, если написано хорошо, я такие вещи беру, потому что я их с удовольствием, конечно, буду читать. Вот. Ну, и, если интересно, можете написать, я могу рассказать, у меня есть вот такая вот электронная книжка на электронных чернилах. что это такое, как она, как она не читается, как она не выглядит, как, в общем-то, сколько времени она работает, лучше она или хуже современных, и так далее, потому что я ее покупал, ну, пять, или, может быть, уже и семь лет назад, не знаю, очень давно ее покупал, в общем-то, все могу рассказать, если вам будет интересно. Ну, друзья, на сегодня этот небольшой обзор моих покупок я завершаю. Всем пока и до новых встреч!